Партнеры проекта. Компания «Байсад». Кухонная студия «Альфа». Добрый день, дорогие друзья! И вновь в эфире программы «Сегодня меню». Программа «Вкусной и здоровой пищи». Снимаем нашу программу в столовой кухонной мебели «Альфа» при поддержке нашего замечательного друга компании «Байсад». И в гостях у меня сегодня, безусловно, очень интересный гость. Этнограф, автор и составитель книги о Крачаево-Балкарской кухне Марина Абдуллаевна. Приветствую! Сюда-сюда смелей. Смелей, дорогая. Марин, очень приятно, что сегодня ты у меня на кухне в нашей замечательной программе о вкусной и здоровой пище. И забегая вперед, сразу говорю, друзья, вот эта красавица-женщина вот такую книгу издала о Крачаево-Балкарской традиционной кулинарии. Вещь, вам скажу, совершенно уникальная по одной простой причине, что немногие народности в нашей стране сохранили именно интерес к этносу, правильно? Тем более, что касаемо вообще кухни, приготовления пищи. Поэтому я в руках держу совершенно уникальное издание, это, можно сказать, фолиан такой, который, во-первых, написан на балкарском языке, правильно? И переведен на русский язык. В этой книге не только вкусные, интересные, полезные рецепты народностей Большого Кавказа. Начинаю рассказывать, что будем сегодня готовить. Что у нас сегодня в меню, друзья? Сегодня мы будем готовить мясное блюдо, называется отар-бурма. Да, так как балкарцы и карачаевцы были скотоводами, причем очень опытными и очень старинными, скажем так. Будем готовить блюдо, называется отар-бурма. Это мясные рулеты с начинкой. Так, начинку еще будем делать? Начинку будем делать из зелени, лука. У нас в каждой семье, у балкарцев, были какие-то свои особенности, предпочтения семьи. Ну, как правило. Да. И, честно говоря, были очень хорошие кулинары, и поэтому каждая семья могла себе позволить любой кулинарный изыск на свой вкус. И вот, например, это блюдо мне дали в семействе отаровых. Его готовят сразу, как только освежевали барана. Вот. И желательно из молодого мяса. Он тогда получается просто превосходным. Итак, приступаем. Значит, что нам для этого нужно? Нам нужно мясо, которое находится, вот я покажу, вот у нас ребра. На реберной части? Да, прямо под ребрами находится вот такой кусочек мяса. То есть, вот такая прослойка, да? Такая жир и мясо. Вот, кстати, вот именно вот эту прослойку иногда добавляют в дюрьме, потому что она очень вкусная. Что мы делаем дальше? Мы вот отбили. Так мы его отбили, заранее отбили, конечно, потому что время для этого требуется отбили. Отбили. Теперь нам нужно нарезать лук. Так, это все сюда. Чесночок. Нам одна луковица понадобится? Нам, может быть, и меньше понадобится, но можно луковицу нарезать. Хорошо, ладно, я этим займусь. Ну и такой традиционный, собственно, вопрос для программы. Немного о себе. Я так понимаю, что родилась ты здесь. Да. И всю жизнь ты живешь здесь, никуда не бежать, правильно? Да, в Нальчике. Расскажи. Родилась в Нальчике. В очень дружной семье. У меня очень дружная семья. У меня четыре любимые сестры и единственный горячо любимый брат. Так, мне нужен чеснок. Сейчас будет. Вот, закончила девятую школу, потом поступила в университет на филологический факультет. Закончила его. Что я могу сказать? Особенно в моей жизни были интересны мои студенческие годы. Наверное, все так говорят. Ну, я, когда учился, тоже был интересен, да. Начать писать книгу о традиционной кухне народов Кавказа. Во-первых, это нужно иметь желание. Ты любишь готовить, так понимаю? Если честно говоря, у нас в семье все готовили очень вкусно. Моя бабушка, до сих пор помню вкус ее хлеба, хачанов и так далее. Тети мои очень хорошо готовят, мама моя очень хорошо готовит. Ну, естественно, мне стало интересно. Я начала писать на всякий случай, для себя. Просто фиксировать. Ну, ты, вот давай тоже не скромничай. Вот смотри, писать просто так книгу о этнической кухне не стану сегодня получать. Я собирала сначала просто рецепты. Причем для себя, честно скажу. Вообще у меня не было такой идеи. Я потихонечку вытягиваю. Потому что нас смотрит очень много женщин, которые ведут даже свои блоги в интернете. Выкладывают постоянно какие-то там рецепты, что-то выдумывают. Поэтому подойти к написанию вот такой книги, я почему об этом говорю? Потому что я, во-первых, восхищен тем, что вышла книга. Я редко вижу книги, посвященные этнической кухне. Очень редко. Если честно сказать, я вот как-то с детства, что ли, вот я почему-то считала, что вот это что-то вот такое вот ускользающее и какое-то вот главное. Ну, я не просто собирала рецепты. Я вот фиксировала какие-то секреты, которые там имеет каждая хозяйка. И, естественно, блюдо получается каким-то таким особенным. Так же вот у каждой хозяйки, у каждой хорошей хозяйки есть свое такое особенное блюдо. Я вообще сама и журналистикой занималась. Мы как-то сидели с друзьями, и они мне говорят, Марин, ну, может быть, ты возьмешь эту тему? Почему бы тебе не написать вот кулинарную книгу? Ты же вот интересуешься. Ну, я так вообще не знаю. Ну, все-таки это не просто так. Серьезно? Там сидишь там дома, что-то подписываешь. А это же... Я о чем и говорю. А у нас народ гурманы. Они не просто так кушают, они кушают особенное что-то. И если я что-то не так напишу, естественно, это будет, мягко говоря, вопрос. У кухни Кель наркотический характер. Выдержанный, спокойный, радушный, гостиплинный и чуточку консервативный. Ей близок шведский скандинавский стиль, у которого она приняла свои ключи черты. Естественность форм, сдерживость декора и, разумеется, функциональность. Она из семи классических кухонь. Но, в отличие от своих богатых сестер, совершенно не терпит дворцовой куличности. Элегантность и благородство ей гораздо ближе. Для тех, кто хотел бы видеть на своей кухне именно эту мебель классической формы, но не приемлет богатую отделку, в мебель Кель уникальная находка. Марин, ну вот все у нас готово. Я смотрю, отбит кусок мяса, всего очень немного, мне понравилась твоя фраза. Ничего много класть не надо, мясо должно само отдать, свой природный вкус. Да, да. Но мы, тем не менее, мы добавили сюда, мелко нарезанный лук нарубили, зелень и чеснок, и острый перец. Все, теперь что делаем дальше? Вода у нас уже закипает. Заворачиваем. Как заворачиваем? Делаем рулет. То есть, мы делаем рулет? Да. И все это скрепляется, я так понимаю, ниткой. Так, нужна ли моя помощь, скажи? Конечно. Скажи, когда готовишь дома, есть помощники? Конечно. Кто? Дочка. Так, как будем заворачивать? Вот так, по форму, уже. Это какой-то способ такой у тебя, специальный способ? В смысле? Ну, как это все заворачивать? Можешь взять, просто обернуть, да и все, держи. Нет, нет, надо нитками скрепить. Хорошо. Ну, просто, просто обмотать нитками. Да, да. Скажи, вода закипела, ни соль, ни специи, что-то... Соль мы попозже бросим. Ну, соль-то вообще дашь, чтобы мясо не было померть, правильно? Поэтому... В общем, просто это все дело уматывать с ниткой. Да, да, да. Так, сколько у нас это будет свариться по времени? Пока не сварится. Ну, если мясо... Час-два. Час-два? Да. Если бы это была молодая баранина, то она бы быстро, наверное, сварилась. Ну, просто я не знаю, сколько... У нас молодая баранина, она сварится очень быстро. Теперь мы опускаем в горячую воду. Воды много не должно быть. И накрываем крышку. Да. Так, ну и перед тем, как мы все это достанем оттуда, хочу обратить твое внимание. Смотри, какая у нас замечательная плита. Чтобы она хорошо работала, ее нужно обслуживать. Правильно? Обслуживанием нашей плиты занимается ООО «Газпром» газовое распределение города Нальчика. Они не только следят за тем, чтобы наша плита нормально работала, но и чтобы она вообще была очень безопасна. Почему? Объясню. Потому что сейчас все-таки была зима, и тем более зимний сезон заканчивается. И нужно обязательно следить за тем, чтобы ваши газовые приборы, друзья, функционировали нормально. Для этого один раз в три года нужно обращаться к специалистам этой компании, которые будут диагностировать ваши приборы. Газовое плита это либо колонка, либо все что угодно. Если вдруг вы заметили, что ваши приборы работают ненормально, звоните по телефону 0-4 с обычного телефона и 0-40 с телефона мобильного. Почему? Потому что вот в 2014 году было несколько летальных исходов, связанных с тем, что была утечка газа. И в 2015 году опять говорят, что там происходит. То есть люди, как бы так, знаешь, относятся с холодцой, как мы делаем. Нельзя, друзья. Берегите себя. И как только вы почувствуете запах газа, сразу звоните 0-4 или 0-40. Обязательно, не забудьте. Берегите себя. Так, ну что, Марин, вторая у нас с тобой порция. Готово. Опускаю, буду горячую. Марин, вот такой маленький вопрос. Когда не было ниток, в книге написали о том, чем перевязали раньше это блюдо? Ну, вообще перевязывали очищенными черными кишками. Их специально очищали очень тщательно. И они служили как... Тщательно отмывали, да. И они служили вот таким перевязочным материалом, причем который, как говорится, и в огне не горит. Да, и съесть можно, да? Да, и съесть можно. Кетчуп Байсат для всех, кто заботится о своем здоровье. Кетчуп Байсат – реально экологически чистый продукт. Так, Марин, ну что у нас здесь? Ох! Блюдо наше основное варится. Что я хочу тебе предложить? Нам нужно сейчас с тобой замесить тесто для нашего пирога. Правильно? Так, смотри. Для замески возьмем вот такую емкость, очень удобную. Называется это замесочное блюдо от компании Таповер. Изготовлено оно из полимера. И очень удобное. Это 7,5 литров чаша. Очень удобно для замешивания теста. Тем более я знаю, что в кабардино-балкарских семьях и кавказских семья большая, нужно замешивать много. Много. Просто существует еще больше. Есть по 14 литров. Но вот это нам будет очень удобно. Так, что для этого нам? Нужна хорошая мука. Правильно? Да. Берем хорошую муку. Ну и раз уж мы сегодня говорим о этнической кухне, у меня есть вот такой аутентичный гаджет, я вот так называю, да, для муки. Но у меня есть еще много всяких модных вещей. Вот, например, смотри. Вот у меня есть такая сейлка для муки, для просеивания от компании Таповер. Вот, чем я сейчас пульту. Она тоже из полимера сделана. Очень удобно. Можно использовать и для сахарной пудры, и для какао посыпать, например, десерты. Для чего? Очень удобно. Но, так как мы с тобой говорим сегодня и касаемся именно аутентичности, да, мы говорим с тобой о традициях, соответственно, мы должны, конечно, вот это с тобой использовать. Правильно? Держи. Ну, для этого нам уже мука, я уже сказал, хорошая. Вот мука есть. Просеивай муку. Да. Почему? Мы могли бы с тобой использовать и вот это приспособление, но так как мы говорим о кавказской кухне, правильно? Да. И в кавказской семья, как правило, большая, поэтому и блюда. Вот у компании Таповер в коллекции есть еще блюда на 14 литров, еще больше есть. Ну, вот у нас такое здесь достаточно. Значит, муку просеиваем, теперь смотри, айран, мы его подогреваем или нет? Достаточно комнатной температуры. Комнатной температуры, то есть подогревать не нужно его. Опара у нас готова. Друзья, ну что, нам остается только сейчас замешать тесто. Как мы замешиваем тесто? Мы взяли хорошую муку, взяли совершенно уникальный гаджет, такой уникальный для просеивания муки. У нас айран комнатной температуры и опара, которая у нас сделана из дрожжей, сахара и соли. Ничего здесь такого нет. Мы сейчас будем делать пирог с сыром. Для этого я взял сулугуни, вот такой сыр. Добавил в него кинзу, зеленый лук, зелень и просто сделаем вкусный, хороший пирог. Так, Марин, ну у нас здесь наше блюдо еще продолжает томиться, потому что это барань, но надо все-таки побольше поварить. Так, теперь у нас уже тесто подошло, свое тесто подошло. Теперь нам нужно с тобой сделать пирог, начинка, подготовленная вот начинка из сыра сулугуни, кинза, зеленый лук, обычный лук и перец. Все, вот эта начинка у нас получит очень вкусный, очень вкусный получит пирог. Так, смотри, ну для того, чтобы нам тесто раскатать, есть у меня вот такое еще приспособление, очень такое интересное и полезное. Это вот такая, вот такая вот подкладка от компании ТАПВР. Вот такая, значит, чем она интересна, смотри. Если мы катаем, как что-то диаметральное, например, пиццу диаметральное, да, изделие, вот, пожалуйста, 22 сантиметра, 24, 28 и так далее. Здесь у нас идет граммы, здесь у нас идет вес, температура по Фаренгейту, по Цельсию. То есть очень удобно, даже для хозяйки, если разложить, обычно говорят, так, обычно, знаешь, в рецептах, так, 340 по Фаренгейту. А сколько это, раз, сразу? Это 140 градусов всего на все. Угу. Вот. Ой, 170 градусов по Цельсию, вот написано, пожалуйста, без проблем совершенно. И катать удобно. Ужнаем. Так, поэтому давай сейчас мы с тобой займемся тестом, раскатываем тесто. А пока мы с тобой занимаемся тестом, раскатываем тесто для нашего пирога, нам нужно, смотри, какое. Нам нужен круг такой вот. Давай сейчас, это лишнее? Ну ничего, давай так немножко. Я обычно добавляю, даже если это вот такая удобная штучка. Вот, смотри. Сюда. Видишь, как удобное блюдо. Так, я думаю, что это будет много. Давай, может, половиночку возьмем, да? Вот так вот. Вот, честно, какое получилось, смотри. Да. Вот, раскатываем. У нас должен получиться вот такой слегка продолговатый блин. Объясню, для чего. Марин, ну давай, возвращаясь к книге твоей. Скажи, пожалуйста, вот эта книга состоялась, это понятно, что она очень красиво издана и в ней много очень информации. Скажи, она для тебя лично. Вот как она вообще появилась? Что, из чего состоит эта книга? Понятно, что там просто рецепт, но рецепт, это, можно сказать, это сухая выдержка, как делать, правильно? Ну, за каждым рецептом какая-то, ну, в любом случае, история, правильно? Да. То есть, это взято не откуда-то там из интернета, а это именно тобой прочувствовано, это взято из народа, это все пропущено через годы, через людской опыт, правильно я понимаю? Да. Расскажи вот об этом. Все рецепты, если вот кто-то возьмет, кому-то будет интересно почитать, все рецепты очень простые. Во-первых, мне нужна каталка. Каталка? Да, пожалуйста. Опять же, все придерживаясь сегодняшних правил, правильно? Вот деревянная. Все они были собраны в селах у стариков. Я познакомилась, пока был этот процесс, мне нужно было собирать материал, я познакомилась с очень интересными людьми, многих сейчас уже нет. Это вот Толгуров Бекмерза, который был знатоком балкарской кухни, это Курданов, Тахир, тоже был очень легендарная достаточно личность, о которой мы очень мало знаем, но я считаю, что этот человек очень много сделал для своего села. Ну и много людей. Очень много мне помог, вообще в этой работе очень много мне помогли мои родные. очень много интересного рассказала моя мама, моя тетя рассказала очень много, и очень много рассказал мне мой дядя Исхак Тамурзаев, который работал 49 лет учителем. А учителя вообще, это такой уникальный народ, у них все по полочкам. И вот именно в понимании и кулинарии, и скотоводства, и хозяйства, вот у него такие обширные знания, в общем, мне его знания очень сильно пригодились. Скажи, Марин, вот в этой книге у тебя собраны карачао-балкарские рецепты. Скажи, а вот когда тебе рецепты говорили, понятно, что там были пожилые люди, скажи, а много ли пришло рецептов в эту книгу от людей таких молодых, но которые в любом случае занимаются кулинарией, которые тоже перенимали где-то рецепты. Были случаи, когда вот прям подходил там 23-летний или 30-летний человек и говорил, Марина, у меня есть вот такое, мне моя бабушка рассказывает. Ну не 23, не 30, а 40 лет было. Вот один у меня был информатор, Олег Герузов его зовут, он сам из верхней жемталы. Но он мне дал такой уникальный материал, я просто была в шоке. Какой, например, мне просто интересно. Ну, к примеру, нет, он дал мне рецепт очень шикарного сыра, который готовится, значит, из топленого молока и свежего парного молока. Сыр такой? Сыр такой. Причем ни в одной кухне мира я такого сыра не встречала. Вообще-то я тоже, честно сказать. Причем он это рассказывал, свои детские воспоминания. Всего лишь навсего. И из чего состоит сыр? Ну, перед тем, как ты мне расскажешь, из чего состоит сыр, я хочу сказать, видишь, я немного смазываю сытным маслом. Я вот когда вношу тоже свои коррективы, то есть немножко я всегда смазываю, например. И для этого я использую вот такой замечательный компактус от компании ТАПВР, который оснащен системой обратной капли. Почему я тебе объясню? Знаешь, когда на кухне стоит бутылка с маслом, как бы ты ни наливал это масло, все равно какие-то капли там здесь стекают. Здесь такой специальный зереварчик. Обалденно. Очень удобно. Он как хранится, как в холодильнике, так и в любую кухню. Может сходиться без проблем совершенно. Самое главное, что здесь очень чисто все, никакого масла. Нет, видишь? Правда. Вот. Значит, что у нас? Да, и о рецепте сыра. Ну, хозяйки, например, вот подоили корову, процедили молоко и поставили, вот, допустим, ведро молока поставили греться. Молоко должно выкипеть на треть ведра. На медленном огне. Да, на медленном огне на треть ведра. Получается так, как топленое молоко получается. Ну, это вообще не топленое, это густое молоко называется. А потом добавляется туда парное молоко. И вот из этого раствора, скажем, и печется вот этот, и готовится вот этот сыр. Так, смотри, что я делаю. Нам нужно с помощью вот такой вот лопаточки сделать вот такие надрезы. Так. Теперь мы что делаем? Теперь мы вот это все разглаживаем еще вот так. И в результате получается сыр, и какая у него консистенция получается? То есть он получается такой жесткий? Он получается сливочный, но жестковатый. Жестковатый. Да. Но все дело в том, что вот балкарская кухня, она чем интересна? Как вот сейчас говорят гаджеты, там тоже были свои гаджеты. Ступки деревянные. В примеру, вот этот сыр добавляли вместо хлеба, вот делали тюрю такой из бульона, например. Это как бы хлеба было не так много в горах, поэтому было такое вот богатое, богатые кулинарные рецепты были из кисломолочных продуктов. Так, Марин, теперь нам нужно смотреть, что с тобой что сделала. Теперь нужно вот этот с тобой нам хлеб сюда положить. Аккуратно. Давай так сейчас это длину. Да, я помогу тебе, даже немножко тогда, потому что у нас тесто такое должно быть. Давай, реклама. Три-четыре. Оп. Все. Все-все-все-все-все-все-все-все-все. Вот сюда мы сейчас его. Так, положим и сделаем с тобой еще один. Может, его поперек положить? Вот так вот нет. А мы сейчас вот так, нам как раз и тесто хватает. Друзья, ну что, вот так у нас получается сейчас вот такой пирог. Мы его заплели косичкой. Когда сейчас смажем, перед тем, как его поместить в духовой шкаф, мы смажем еще яйцом. И у нас получится вот такой хлеб, совершенно изумительный. Он распечется, будет очень красиво, такая косичка. Надеюсь, вы видели, как мы это все дело заплетали. Берется, раскатывается чуть продолговатый лист теса, так скажем. Слева-справа берите в произвольной форме, делаете насечки, потом выкладываете туда начинку и аккуратно начинаете вот так слева-направо прозвать. Получается вот, больше даже ничего. Так, Марин, значит, что нам нужно сейчас еще сделать? Тузлук, правильно? Так, я чеснок, острый перец и соль перемолую? Да. Хорошо. Марина, скажи, этот соус ты используешь? Есть еще рецепт в книге? Да. Я беру свое совершенно любимое представление, этот венчик мне очень нравится. Обрати внимание, смотри. Так. Все, посмотри, как быстро перемешалось. Да. Волшебно? Волшебно. Так, ну что, это я туда добавляю, правильно? Да. Так, подожди. Ну, конечно, для этого нам нужен силиконный скребок. По-моему, пикант не получится. Так, вот сюда. Есть такая буква? Ну вот. Так, огурцы? Ну, можно сюда приготовить обычный тузлук, но мне хотелось что-то интересное. Друзья, я напоминаю вам, что вы смотрите программу сегодня меню, программа «Вкусный и здоровый пища в гостях». Мне совершенно уникальный человек, этнограф, автор и составитель книги о Крачаево-Балкарской кухне. Марина Абдулла, дайте приветствую. Мариночка, дорогая, ну смотри, у нас получилось вот здесь вот тузлук. Так, ну что, смотри, у нас еще вкусняцкий с тобой... Да, пирог. Пирог же у нас вкусняцкий совершенно. Так, ну что, одеваю волшебные приспособления от компании Таповер. Кстати, силикон очень удобный, рекомендую. И посмотрите, что у нас получилось в течение 15, ну, 20 минут максимум. У нас получился вот такой... У нас получился вот такой замечательный пирог. В него мы добавили сыр сулугуни соленый, кинзу, зеленый лук, чеснок. И вот что у нас получилось. Вот сделали мы тесто на айране. Вот, ребята, смотрите, как получилось. Я надеюсь, что те, кто смотрел и у кого возникают вопросы, ой, как же они делают вот эту косичку, объясняю. Берете тесто, раскатываете чуть-чуть продолговато еще раз, делаете слева-справа произвольные надрезы, не надо их там миллиметровать, чак-чак-чак, в центр кладете начинку и слева-направо начинаете просто заворачивать косички. Получается вот так, вот получается очень красиво. Ну и вот, собственно, как бы и даже аппетитно, правильно? Ну что, друзья, мне осталось теперь только с моей дорогой гостей заняться сервировкой нашего сегодня стола. Друзья, ну вот результат нашего сегодня. Сегодняшнего с Мариной труда, так скажем, да? Основываясь на древних карачаево-балкарских традициях, мы изготовили вот такое изумительное блюдо под названием... Отарбурма. И вот такой совместный пирог польско-карачаево-балкарский. Да. Получилось так, что я хотел сказать сегодня, говорил, что пирог мы делали польский, ну, косичкой такой, да, и тесто. Ну, тесто мы взяли, Марина, мы его немного изменили. Ну, разумеется, по кавказской традиции добавили просто сыр и зелень. Получилось очень вкусно, надеюсь. Да. Марина, ну что, нам теперь сейчас остается с тобой все дело попробовать. Да. Да, ту зубку тоже, кстати, неординарный у нас такой, с зеленым огурцом. Пробуем? Пробуем. Пробуем. Так, нажим. Друзья, время приготовления этого блюда, к сожалению, достаточно емкое. То есть мы варили баранину где-то около часа с лишним, да? Соответственно, вы должны быть готовы к тому, что это блюдо не быстрое. Соответственно, нужно его готовить заранее. Это не тайская кухня. Так, ничего, я вот так вот сделаю. Блюдо, которое готовится за 5-7 минут, это? И тем не менее. Вкусно. Ну что, попробуем пирог. Я, например, это все с удовольствием полью и еще и... Мы с тобой делали тесто практически на глаз, на глаз делали, да? Тесто получилось очень-очень нежное, хорошее. Где-то примерно мы запекали минут 20-25, при температуре сначала сделала 250, разогнали, потом убавили и дали ему просто стояться. Марина, ну и в лучших традициях нашей программы ни один наш гость без подарка у нас не уходит. Поэтому наш друг компании Байсат, производитель высококачественных продуктов питания, широкая линейка по самым доступным ценам. Вот такой тебе прислали в подарок по традиции корзиночку. Ну и, конечно, ну и, конечно, как человек, который написал такую замечательную книгу, фолиант, я бы сказал, да, любит готовить. Для тех, кто любит готовить, конечно, компания Таповер не остаётся в стороне. Наши друзья компании Таповер, производитель высококачественной посуды из полимера. Вот такой тебе тоже подарок прислали. Здесь замесочные блюда и всевозможные маленькие замесочные блюда. Вот ты тоже, я думаю, что пригодятся тебе на кухне при написании следующей книги. Они будут тебе верными помощниками. И гарантия, кстати, на этот полимер 30 лет. Поэтому у тебя впереди целая вещь. Ты ещё три книги напишешь. Спасибо. Так что, друзья, давайте приветствуемые гости. Спасибо, но у нас гости тоже делают подарки. Поэтому я хочу вот эту вещь. Это мой труд. И хочу очень сильно поблагодарить всех своих информаторов, которые мне помогли собрать вот этот весь материал. И хочу его подарить вам. От души принимаю. Спасибо, друзья. Ну что я могу сказать. Как человек, который тоже хочет сделать что-то подобное, понимает, что подобного сделать уже невозможно, потому что это этнос. А я пишу книгу, например, о путешествиях. Поэтому я думаю, что вот эта твоя книга замечательная совершенно. Очень хорошо издана. Это подарочный вариант. Будет мне мотивацией, стимулятором. И чтобы до тебя хоть как-то хоть немножко дотянуться. Поэтому я в благодарность книгу принимаю. Друзья, рекомендую приобретать. Ну что, дорогие мои, мне остается только добавить, что вы смотрели программу «Сегодня меню». Программа «Вкусная и здоровая пища». В гостях у меня была совершенно изумительная этнограф, автор и составитель книги о Крачаевой балкарской кухне Марина Абдуллаевна. Приветствую. Ну и напоследок что? Смотрите нас на том же самом канале в то же самое время. И самое главное, будьте здоровы. И еще, Марин, если они нашу программу до конца досмотрели, наши зрители, это значит, что у них совершенно изумительный вкус. Будьте здоровы. Пока. Кухонная студия «Альфа». Кухонная студия «Альфа» 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 Кухонная студия «Альфа»